Соликамск Соливаренный завод И в масштабах мировых таких деревянных образцов архитектуры промышленной не сохранилось более нигде, кроме как в Соликамске Пермского края Это единственное место, где можно увидеть оригинальное здание, где можно поучаствовать в процессе выварки соли на мини-варнице и увидеть, чем же отличается знаменитая наша соль-пермянка от обычной соли Могу дать небольшой спойлер, подсказку На самом деле выварочная соль настолько мелкая, что мельче даже самой мелкой иодированной соли И поэтому, когда она даже растирается в руках, когда мы берем щепотку этой соли, она не остается на ладонях То есть, почему пермяк-соленые уши получилось такое прозвище? Через любое переплетение тканей, вот эта соляная пыль проступала и оказывалась на коже рабочих соленосов А так как заводов при камье было 250, то наши предки очень частыми гостями были в Центральной России, на новгородской ярмарке, где продавалась эта самая соль-пермянка Поэтому наших предков издалека узнавали по красным набухшим ушам и говорили, что пермяки соленые уши пожаловали Так вот соль-пермянка дала прозвище нашим предкам Мы получили из соленого рассола практически такую вот соленую кашу Ее нужно было засушить Для этих целей использовались лопаты Они похожи очень на хлебные обычные, деревянные лопаты То есть, такую вот субстанцию, так называемую рапу, ее зачерпывали и лопатами забрасывали на палате При этом, естественно, вся эта горячая масса стекала, образовывался налет шарей Но основная часть, она оставалась на палатях Образовывалась большая гора соли, которая высыхала за несколько часов и слеживалась Чтобы ее отбить, получить мелкую соль, нам привычную, в ход Пускался следующий инструмент, называемый пешня или куштан То есть, такое вот приспособление, которым орудовали, стоя на палатях, прямо на горе соли В чистых лаптях, по инструкции обязательно И просто-напросто разбивали вот эту вот соль, пробивая всю эту толщу до палатей При этом, такой тоже интересная деталь Вот этот инструмент кажется очень старым Это моя любимая часть на экскурсии И я всегда после вот этого рассказа задаю своим экскурсантам вопрос Как вы думаете, сколько лет этому инструменту? Но они же не ждут от меня потвоха Они же до этого Цирин посмотрели, которому больше 100 лет И все выдвигают предположение, что 300 лет, 500 лет, ну хотя бы 100 лет А на самом деле, все эти инструменты мы делали в 2018 году То есть, железо не выдерживало вот этой вот соляной атмосферы Можно представить, как сложно было здесь работать людям Варницы по-черному, они не обладали вот такими жировыми ходами То есть, дрова кипели, горели непосредственно в печке под Цирином И отдавали во всю вот это вот помещение жар, да Стены были закопченные черные И люди видели друг друга только на расстоянии вытянутой руки Как описывал Василий Немирович Данченко этот процесс Процесс варки соли в варнице напоминал ад То есть, люди друг друга не видят, матерятся, ругаются Потому что это все кипит, бурлит, проливается, обжигает А люди работают практически в одном из подням Потому что жара неимоверная, порядка 80 градусов Получилось так, что фонды нашего музея появились прежде, чем наш музей стал самостоятельным учреждением То есть, история такая В 2010 году при разборе дома в Боровой на чердаке была обнаружена коробка с документами Благо, что не выбросили, потому что кто-то очень хорошо, да очень внимательный Обратил внимание, что, например, есть инструкция коренным работникам солеваренного завода Ивана Васильевича Рязанцева 1915 год И эту коробку передали в управление культуры То есть, там при разборе вот этих документов обнаружилась и эта инструкция Несколько свидетельств страховых на баржи соляные То есть, из которых мы потом узнали, что, собственно говоря, строились наши баржи Которые закупались для Усть-Боровского солеваренного завода в селе Чертеж А шли они по Волге в притоку не ниже могильного бугра Инструкция вот эта вот рукописная, это очень дорогого стоит Это уникальный документ, которому более ста лет уже То есть, 1915 года здесь прописаны основные должности Трубные мастера, например, прописали носки, кополи в Варницах Расписаны их рабочие обязанности И по должностной инструкции, сколько времени это все занимает у них работа Очень интересно это сопоставлять с воспоминаниями, которые хранятся в Краеведческом музее О том, что, например, у соленосок был 6 часов рабочий день А по воспоминаниям, то эта выноска соли длилась до тех пор, пока не выносят всю То есть, даже без перерыва на обед То есть, так расходятся юридические тонкости И с тем, что происходило на самом деле Это очень интересный факт Здесь написано, что инструкция для соленосок То есть, мы всегда на экскурсии рассказываем о том, что рабочие были соленосы и соленоски То есть, женщин как бы вроде особо и не привлекали Оказалось, наоборот Женщины считались более аккуратными Что они вот эти трипуда соли на себе Да, один пуд 16 килограмм То есть, 48 килограмм Плюс еще вес вот этой вот конструкции То есть, порядка 50 килограмм Они, оказывается, очень аккуратно несут И меньше соли высыпается Поэтому инструкция для соленосок Продолжение следует... Продолжение следует...